Всех приветствую, ребята. Продолжаем наше прохождение. У нас тут водопады Палары и надо поисследовать пещеру, которая здесь находится, святилище. Так что погнали. Там сразу бой начнется. Так, паукан-то мертвый уже смотрю. Мифический... Крушитель-сокрушитель. А, вон там еще какой-то мелкий стоит. А, так их даже трое. Ничего себе. Ну да, какие вы. Незаметные. Да. 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 Серьезно? Это все? Вот это поворот. Ну, я абсолютно не против. Ишь ты, какие гадости делаешь. Блин, не успел нажать пробел, но ладно. В принципе, он тут один, походу. Так что вполне себе воюется. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ жестокий удар плюс ну ты конечно дал что не пуганулись пацаны ой я немножко глупость сделал о братишка вот и ты немного ты не дотащил готова собрали тут все с них но и сохранимся маленькая грядка с грибами за которой явно с любовью ухожу очень с любовью даже так знание религии кастуем засеяли твой выход надпись на халите о саркорец все наши слезы о тебе наш утраченный край понятно кстати я вот вспомнил писали что его уголька там на панель не вынес кое-что вполне возможно так вот это да согласен узнал так хил бы я может еще с панели убрал но щас подумаю и с девятого круга чем не там говорили так вот это есть видение будущего героическая штука есть тайна безмятежности нету давайте тайна безмятежности сюда и уберем вот этот хил второго круга и поставим туда это есть то есть стрелы бури есть сокрытие разума есть но все уходит все на место поставили так а просили показать что за перчатки у арушилай да пожалуйста вот такие перчаточки у нее давайте дальше пойдем остальные штуки которые мне понаписали мы сейчас не сможем посмотреть на басу ну-ка давай что-то там вообще можешь хочу кто тут еще врали кайка так еще и не один ну да девятнадцатый но че он тут с щелбана уже погибает а а и 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 Статуя полары, выполненная в характерном для саркорица лаконичном, но выразительном стиле. Так, сохранимся. Ничего, никакой проверки внимания тут даже нету. Так, а противоположная комната? Так, что... Стойка с саркорианским оружием. Достаточно древним, понятно. Ничего нету? Доска жалоб и предложение. Объявление о том, что Террил готов обучить любого желающего игре на флейте. Поздравление с днём рождения. Да, блин, как же бесит. Чё, это карта? Небо, что ли? Давайте сюда. Ой, рыбки плавают. Чё вы там, какого уровня? Ну ладно, убедили. Подерусь с вами. Эти, наверное, мелкие какие-нибудь. Какой-какой? Ну ладно, девятнадцатый. Хорошо, хорошо. Хочу потестить стрелы буря. Подставиться немного под удар. Ну, так, все враги, да? Ну давайте. Невосприимчивость. Пам-пам-пам-пам. Ну, попробовать было интересно. Ах ты, собака, чё ты там настреливаешь? Ну-ка, тигр, сожри эту собаку. Так, кусат. Оформил. Блин, как его типа поставить-то? Оставай сюда. Вау. Так, вот это мне уже не нравится. Чё началось-то? Кологс это этот? Да. Поганая муха. Ты нет, не дотягиваешься до вот этой? Ну, блин. Так, Тревор. Значит, на тебе будет важная миссия по выпиливанию вот этих. Так. Шлёп. Всё, чтобы он там не напередел своего говна больше. Беги-беги отсюда. Беги-беги отсюда. Опа. Это чё там за огненные такие штучки интересные. Так, так, вот это да. А почему всего один раз можешь атаковать? Чё не так? Ммм, ну ладно. Ну ладно. Не то, чтобы хотелось. Дотянешься. Дотянешься. Уже всё, надалеко, конечно, стояло. Ну-ка. 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 Блин. Блин, задену. Обидно. Обидно. Тоже. Доедай её. Это чё такое? А, это пленники. А, это ты. Демон, увлечённый разглядыванием фолиантов, кривится так, будто совершенно не удивлён вашим появлением. И ничего особенного от него не ожидает. Извини, я занят, не могу уделить тебе время. Ты можешь пока занять себя, ну, не знаю, спасти этих бестолочей. О, хрена себе, это Нура. Удивительно знакомое лицо маячит подли демона. Вы смотрите, кто пришёл, а мы ведь едва начали потрошить бестолковых звездочётов. Останови этого демона. Нельзя допустить, чтобы он выкрал священные тома. В них все знания собраны нами о мировой язве. С этим знанием он сможет... Бам. Вы слишком много болтаете, мне скучно. Давай так, ты либо спасаешь этих бестолочей, либо ловишь меня. Мотософен делает неуловимое движение рукой, и светилище вспыхивает. И в то же самое время за его спиной открывается портал. Угу. Понятно. Ну что, спасаем, как всегда, всех несчастных. Счастливо оставаться, самое ценное я уже забрал. Стройка как один. Стройка! Мы будем преодолеть! Победа! 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 Стройка! Победа! Тома заполнены эфемеридами, данными о движении небесных тел. Кажется, их собирали веками. Звездный караван и его странствие по ночному небу. Или даже просто в обратном порядке. Дрозд. 18 день Кутоны. 20 день Абадиуса. Это созвездие ассоциируется с дружелюбием, гостеприимством, обещанием нового благоприятного начала и звонкими песнями. Созвездие символизирует певчую птицу, сидящую на ветке и приветствующую утомленный звездный караван в начале нового года. Дрозд покровительствует всечкам и оптимистам. Фонарщица. 21 день Абадиуса. 16 день Калистрила. С этого созвездия начинается так называемая процессия каравана. Фонарщица идет вперед и разгоняет зимнюю тьму, указывая путь звездному каравану. Данный знак расположен к личностям светлым, самоотверженным и альтруистичным. Молодожены. 17 день Калистрила и 11 день Фораста. Жених и невеста. Созвездия, знаменующие начало весны. Пара молодоженов смело идет во главе звездного каравана, потому что их хранят любовь и молодость. Этот знак покровительствует натурам страстным и романтичным. Мост. 12 день Фораста, 18-й Газрана. Символизирующий перемены созвездия. Мост пролегает над бурными водами и связывает заснеженный и холодный берег с другими. Но на котором уже пришла весна и взошли зеленые травы. Этот знак покровительствует упорным и стойким личностям, не боящимся мрака и стужи. Дочь. 19 день Газрана. 13 день Дезнуса. Юная девушка, символизирующая чистую радость и воодушевление, которые приносят весенние дни. Дочь. Благоприятствует делам, связанными с забавами, утешением и устроительством праздников. Понятно, еще дофига. Садник. 14 день Дезнуса. 20 день Саранита. Конный воитель, оберегающий звездный караван. Конный воинственный и противоречивый знак, покровительствующий как отважным защитникам, так и буйным кровожадным налетчикам. С приходом всадника наступает пора жаркого лета. Я думаю, даты я не буду читать тогда. Старейшина. Мудрый и старый. Отец звездного каравана, знающий маршрут и определяющий направление его странствия. Это созвездие символизирует мудрость и опыт и покровительствует рассудительным и прозорливым натурам. Фургон. Тяжело груженый и основательный фургон является тем, что делает звездный караван. Собственно, караваном. Он ассоциируется с предприимчивостью, решительностью и, конечно, стремительностью. Под опекой этого знака личности, имеющие тягу к путешествиям, а также самоотверженные службе. Стая. Своя свора животных, следующих за звездным караваном, кормящихся от его щедрости. Одни мудрецы считают, что в стае состоят дикие псы, прирученные обитателями каравана, а потому стая символизирует семейные связи, родство с природой и умение покорять дикий мир. Другие склонны думать, что стая – это полчища крыс, подбирающих объедки за звездным караваном и требовательно взирающих на их походные котлы. В таком случае этот знак обретает более мрачный и хищный окрас. Мать. Заботливая и мягкая мать доминирует в небе, когда приходит пора собирать тучные урожаи. Ее нежные руки хранят в себе летнее тепло и обещают защиту от холодного дыхания зимы. Многие ученые сходятся во мнении, что мать также несет функцию духовной наставницы – звездного каравана, а потому предрекают ее покровительство личностям одухотворенным и заботливым. Звездочет. Бредущий последним звездочет завершает процессию каравана. Будучи задумчивым мечтателем, звездочет покровительствует таким же, как он натурам, отстраненным, проницательным, касательным, важным и далеких событий, но рассеянным и неумелым в быту. Неудивительно, что многие ученые находятся под покровительством именно этого знака. Незнакомец. Странный и не сулящий добра знак, доминирующий в небе чуть более одной недели. Одинокий странник, следующий за звездным караваном на отдалении и с неясными целями. Он чужак, путник, и многие личности склонны к жизни в бродяжничестве, имеют его покровительство. Незнакомец, достаточно противоречив. Одни считают его опекуном всех авантюристов, другие считают мрачным предвестником созвездия, следующего за ним. Так, Адепт. Так, Адепт. Мрачная фигура, преследующая звездный караван. Последователь злых сил, ассоциирующихся со смертью и тьмой. Обретет силу в самый разгар зимы. Этот знак имеет несколько трактовок. Согласно одним, он является изгоем, проклятым и отосланным прочь. Из каравана, по мнению других, страшный враг в попытке бегства, от которого звездный караван и отправился в свое вечное странствие. Третьи же утверждают, что он сам. Сама смерть. Разумеется, под покровительством Адепта находятся наиболее темные и связанные со смертью личностью. Ух, вот это тут понаписали, конечно. Кипа таблиц астрономических наблюдений и данных о мировой язве. Ух, вот это время. Да, господи. Ну ладно, тут не так много. В горах запада обитал клан, чье имя ныне не произносится. Это были отважные и трудолюбивые люди, спускающиеся в глубокие пещеры, возвращающиеся с блестящей рудой. Клан процветал, у него было все в достатке. Еда, мед. Потому что соседи с радостью покупали вещи, штуковали из их подземной руды. Беда пришла в клан в последний день калистрила, когда перевалы готовы были отряхнуться от снега, словно разбуженные собаки. В ночи из пещер пришел рокот и пыль. Когда она осела, рудокопы спустились в пещеры, потому как это были смелые люди, не боявшиеся ни тьмы, ни коварных обвалов. Но их ждала не тьма и обвалы, их ждала стая. Адепт, чье истинное имя, забыто много поколений назад, был от крови клана. Адепт был призрачным колдуном, выродком, отрекшимся от предков. Он страстно любил дочь мудрого старейшины клана, но сердце его было холодно к нему. В злобе своей адепт бродила во тьме глубин, бронясь и горько рыдая, и строя планы отомщения. Там-то по запаху нечистой магии и порока, и нашла его жуткая стая, и пожрала его. А через это узнала вкус крови людей, и вкус этот пришел со стаи по нраву. Стая убила рудокопов, сошедших в пещеру, а после стала выходить на поверхность каждую ночь, чтобы загрызть одного из обитателей поселения и забрать его тело с собой, чтобы глотать его кости. Мудрый старейшина собрал клан в длинном доме и говорил потом, и говорил, потом говорили старики, потом воины, после же все. Предки открыли старейшины, что клан наказан богами за то, что не распознал промеж себя выродка колдуна, и некому заступиться за них теперь. Скорбя, клан оставил свои дома и изваяние предков и храмы богов, чтобы бежать. В молчании уходил тот караван, но шли в нем не все, лишь женщины, дети да дряхлые старики. Крепкие же мужчины остались, и много дней заседали в длинном доме, востроя оружие и молясь. Каждую ночь один из них спускался в пещеры, чтобы утолить с собой голод стаи. Когда же они все погибли, и голодная стая вышла на поверхность, караван был уже далеко, и чудовища не могли взять их вслед. Караван шел дни и ночи без отдыха, пока не отошел на самый край известных земель, в степи, из которых не видно пики родных гор. Там они и поселились, и жилось им там худо и скудно, потому что не умели они пасти скот и жить бродячим стойбищем, и потому что не было у них крепких воинов. Вскоре клан истаял, старцы умерли, а молодые нашли женихов и невест в других кланах и ушли в их дома. Спустя годы, в одну из суровых степных зим, занемог и умер на руках своей дочери и старейшина. И никто уже не мог вспомнить, где находился тот дом, в котором так привольно и славно жилось раньше клану. Последние страницы грубо вырваны. Здесь, на этих полках, было хоть что-нибудь полезное раньше, но теперь здесь пусто. Мотософен смог унести разработки звездочетов Палары с собой. На полках обнаружены свитки и книги, посвященные разработке звездочетов Палары под названием «Северное сияние». Ну-ка, давайте сюда, проверка вон, внимание, ну. Давайте с ними поговорим. Капец, у них вот почти у всех есть имена. Хвала Паларе, что нам охватило запасов и снаряжения отбиться, иначе мы бы не дожили до твоего прихода. Величественная женщина Азимар в одеждах жрицы склоняет голову перед вами. В ее гордой осанке чувствуется усталость, плечи чуть дрожат. Приветствую тебя. Я Элеандра, старшая жрица Палары. Благодарю тебя за то, что пришел на помощь моему святилищу. О, и здесь тоже путь Роя есть, чтобы сожрать их всех нафиг. Ну и можно их просто убить, конечно же, что тоже неплохо. Так, что за знания хотел похитить Мотософен? Все, ради чего мы жили. Голос жрицы Полонгоричи. Целый век мы изучали мировую язву и искали способ закрыть ее. Демон хотел похитить наши знания. Но с обратной целью. Он грезит о славе Орилу Ворлиш и хочет открыть собственную язву. Он полагает, что может это сделать, изучив наши записи. Я всем сердцем благодарю тебя за спасение. Но я в ужасе от того, что демон смог выкрасть наши труды. Он найдет способ использовать их во зло. Как же горько это осознавать. Да, мне бы пригодились эти знания. Самые ценные записи украл Мотософен, но ты можешь забрать то, что осталось. Взгляни на книжные полки за моей спиной. Там ты найдешь все, что нужно. Увы, мы сами едва ли сможем теперь продолжать работу. Ладно, расскажи тогда про это место. Оно зовется водопадами Полары. Когда-то здесь действительно шумели водопады. Но потом пришла язва и украла у нас все. Я и другие служители Сияющей Девы нашли убежище в святилище в дни гибели Саркориса. Госпожа моя укрыла это место от глаз демонов и продлила жизнь всем, находившимся внутри, чтобы мы могли посвятить себя важной миссии. Мы изучали мировую язву с первых дней ее существования. Так ты своими глазами видела открытие язвы? Что ты можешь рассказать об этом? Больше многих, но меньше, чем мне хотелось бы. Я бывала в рубеже, крепости, где содержали преступных заклинателей, где Арилу провела свой чудовищный ритуал. Довелось мне видеть и саму предательницу Мельком. Арилу слыла опасной заклинательницей. Она долго жила в глуши, проводя странные эксперименты, избегая внимания, но в конце концов была замечена. На ее поимку отправились лучшие охотники на ведьм, и многие, говорят, полегли в схватке. Но когда я видела ее, это был не опасный враг, а бледная тень, приведшая много дней в темнице. Говорили, что ее доставили в рубеж уже совершенно сломленной. Она не доставляла проблем охране, но, как теперь можно предположить, то был лишь хитрый план. Отвод глаз. День, когда открылась язва сатрасмир. Госпожа моя Полара в своей небесной мудрости, одной из первых, прозрела, сколь велика угроза. Ленис послала своим жрецам видения вкупе с приказом скрыться или бежать. Но многие не нашли в себе сил ему подчиниться. Как могли они оставить любимую родину, свои дома, родных и друзей? Многие мои братья и сестры погибли, сражаясь в безнадежном бою с волнами демонов. Мне и моему святилищу выпала иная участь. Госпожа Полара укрыла святилище от глаз демонов. Мне было видение, указавшее, какую работу мы можем проделать, чтобы однажды отомстить за гибель Саркориса и избавить мир от мировой язвы. С первого дня я знала, что задание это будет тяжелым и продлится век и потребует от нас многих жертв. Но я была готова к этому. Расскажи мне о Саркорисе. Улыбка зажигается на лице Элеандры. Это была удивительная земля. Пусть многим она и казалась дикой. В своей памяти она живет до сих пор так, будто никуда не исчезла. Будто я могу выйти из святилища и увидеть ладьи, скользящие по озерной глади. А вдохнуть полной грудью ветер, несущийся из зеленых лесов. У Саркориса не было ни единого правителя, ни единой веры. Кланы жили своим укладом, решая важные вопросы на шумных общих собраниях. Дела всей страны решались сбором старейшин, жрецов, друидов и вождей в Изе. Мы чтили Эрастилы и Палару, и духов достойных предков, и святость природы, и десятка божеств, и волшебных существ. Вот каким был Саркорис землей свободы. Но дымка скорби подергивает ясный взгляд Элеандры. Эта свобода не распространялась на всех. Как ты думаешь, знаешь, на моей родине... Как ты думаю, знаешь, на моей родине полагали достойной только магию друидов, жрецов и иных сакральных заклинателей. Тем же, кто использовал мистическую магию, относились с подозрением, перераставшим в ненависть. Мне горько вспоминать о том, ибо ненависть это вернулось к нам с Торицей, когда ведьма Арилу отомстила своим обидчикам. Даже в самых красивых странах ненависть и злоба порождают больше ненависти и злобы. Боль и печаль порождают больше боли и печали. Добрые люди зовут демонов, и демоны приходят. Понятно. Ладно, и что со святилищем теперь? Мы должны будем оставить его, как бы горько мне не было от этого. Только тайна защищала нас все эти годы. Но теперь, когда демоны узнали, где святилище, нас уже ничто не спасет. Я уведу выживших прочь, но буду лелеять мечту о возвращении. Однажды наши водопады зашумят вновь. Светилище это вы, не земля, не камни. Служители богини и наша вера. Пока вы живы, ничто не потеряно. Я знаю, что ты хотел сказать, не хотел сказать худого, жрец, но ты не знаешь нашей веры и нашей боли. Наша страна превратилась в пустошь. Сегодня мы покидаем последний ее клочок, который столько лет оставался нетронутым. Твои слова нас не утешают. Простите, это было бестактно. Я соболезную вашей потере. Прощай, командор. Дети полары будут помнить тебя. Так, отойдите все сюда. Попробую тут побеседовать. Да, блин. Мы сделаем вещи правильные. Ты звонишь? Я буду помочь, где я могу. Стражник водопадов Полары. Звездочет Оден. Угу, угу. Угу. Понятно. Давайте сюда зайдем. Угу. Четыре тысячи монет. Больше здесь ничего. Так, и здесь есть какая-то загада очкам. Молодожены, мост. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ааа, их нужно в порядке определенном зажечь. Ё-моё. Ой-ой-ой. Ну, я от фонаря сейчас затыкаю. Угу, они снова загораются. Очень интересно. Так, ну давай отсюда. 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 И чё, типа правильно я иду? Нет, неправильно. Всё сначала. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Если честно, вот нет ни малейшего желания перечитывать все эти книги и в этом разбираться. Вот. Потому что, ну... Потому что, как бы, вот... Ну, так вот... И чё нам с этого... Чё должно было произойти? Эм... 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 Я могу сделать это. Ща, 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 ща всё сделаем. Так, молодожёны. Дочь. Садник. Старейшина. Нет, фургон не надо было... Надо было стая нажимать. Зафакапил всё нафиг. Ну... Сбрасывайся уже. Так. Молодожёны. Потом... Дочь. Потом... Всадник. Старейшина. Стая. Адепт. Во. Ого! 59 кесов! Вот это тут насыпано, конечно. Ещё одну маску получаем. И кольцо у ворота. Это, походу. Так. От... От старого... От нового, да. Да. Я вершина. Хил ранений. Излечение. Ещё одно. Добрая надежда. Это заклинание вселяет в существо добрую надежду. Каждое создание, на которое оно было наложено, получает бонус боевого духа плюс 2 к спас-броскам. Броскам на попадание и урон, проверкам навыка и характеристику Хираси. А, это кольцо путеводной звезды. Плюс 4 к броскам на инициативу. Всякий раз, когда носящий наносит удар по неполучившему урон врагу, он даёт всем союзникам бонус плюс 3 к броскам на урон на один раунд. Прикольно, прикольно. Хорошее кольцо. У-у-у-у. Вытог поглядите. Что такое? Нормально тут насыпали нам. Ну да, это неспроста такая достаточно сложная загадка О, плюс 2 к интеллекту Вы только посмотрите Плюс 2 к интеллекту 12, 10 18, вот у нее почему-то Кто у нас на интеллектом вдроченный? Вот хороший вопрос Старинный дневник звездочета День первый С сегодняшнего дня я, Берик, начинаю этот дневник как хронику нашей святейшей миссии Ради нее мы оставили наш город, столь нуждающийся ныне в утешении и защите И последовали за наставницей Элеандры под своды святилища Полары Здесь, отрезанная от мира смертных, мы продолжим наш труд, благословленный мерцающей девой Пуская смрадный дым демонического провала застилает небеса Полара открывает нашим взором звезды, по которым мы отыщем свой путь День двадцать четвертый Мы продолжаем наш священный труд, славящий сиятельную Полару Заклятия, охраняющие наш покой безупречны Демоны за стенами святилища и не подозревают о его существовании Я укреплю дух молитвами Полария Скорейшем избавлении от гнусных орд, заполонивших наши земли Нам нужно лишь набраться сил и дождаться пока Когда же смелые воины отбросят нечистых тварей назад в бездну Я верю, что этот день вот-вот настанет День сто пятый Сегодня большой день, мои братья закончили работу над очередной картой северного небосвода Порой мне кажется, что я ловлю во взглядах окружающих беспокойство о том, что происходит за стенами святилища И ощущаю, как сомнения закрадываются и в мою душу Но в следующий же момент я стыжу себя за слабоволие Сегодня хороший день, и я не позволю печальным мыслям омрачить его День двести пятьдесят восьмой Молитвы наставницы Элеандры были услышаны, и наш приют посетил посланец самой Полары Увы, небожитель принес с собой печальные вести Наша родина во власти огня и демонического отродья Города пылают, а люди бегут без оглядки Разрыв в плане материи все еще не залатан Напротив, он изрыгает все новые и новые полчища бездны Небожитель покинул нас, уверив на прощание, что мы не забыты и наш труд не бесполезен Мы должны скрепить сердца и продолжить поиск средь звезд Чем быстрее мы завершим наш труд, тем скорее мы принесем Саркорису надежду на избавление День четыреста пятьдесят седьмой Полдня ушло на поиски брата Ариада Его нашла сама Элеандра за алтарем Полары Он плакал, сидя на полу, обняв руками колени Я боялся, что наставница отчитает Ариада за предательскую слабость духа и разума Которая словно яд может отравить и остальных Но мой страх был напрасен Элеандра и Ариад провели два часа за разговорами Оставшимися тайной для всех остальных После чего брат вернулся к работе Все еще опечаленный, но все же немного приободренный Я преклоняюсь перед мудростью и стойкостью нашей предводительницы Но не вижу ли я порой в ее глазах тень того же отчаяния, которое давно поселилось в наших сердцах День пришествия советника В день завершения работ над картами восточного полушария Наше уединение было нарушено На этот раз посланникам Эми Дай Я проклинаю свое любопытство, заставившее меня присоединиться к тем, кто слушал ее речи Бои в землях вокруг нас все еще идут Но уже не за саркориц Воители иных земель сражаются с демонами Ступая по праху наших сородичей Саркорица больше нет Теперь его называют первой язвой Очередной день, такой же, как и многие предыдущие Я потерял счет дня, они слились в бесконечную серую ленту Даже сияние звезд, даруемое нам поларой, не разгоняет мрак в моей душе Наше служение напрасно Нам не к чему возвращаться Все, что мне остается, изо дня в день влочить это безрадостное существование Отдавая долг своим братьям и сестрам И изо дня в день я, не поднимая головы, тружусь на благо нашего священного И допросит меня полара бессмысленного долга Но, по крайней мере, я не обязан вести этот унизительный дневник Так, давайте еще к этим парням заскочим Ну тут, кстати, нет этого чела, кто дневник писал То есть они тут грибосами этими питались все это время, судя по всему Ну Пока весь этот зоопарк добежит до нас Так, ну, похоже, как будто бы мы здесь все закончили Здесь нам больше нечего делать Никаких проверок внимания здесь нету Никакие кинжалы мы не пропустили, которые мы тут старательно собирали Так, святилище полары, там туда не надо Все, отливаем отсюда Так что, в принципе, хорошо У нас серия ровно на часик вышла Все, ювелирненько сделали Быстренько, оперативненько В следующей серии, наверное, предлагаю уже Идти По квесту Лана Ну, хотя бы дойти просто до него, да Закрыть А еще я вот хотел бы немножко здесь все-таки прогуляться Поисследовать карту Вот сюда сходить, посмотреть, что здесь Вообще имеет ли это хоть какой-то смысл Давай, е-мое Че, вы тут сильно сложены? Нет, вообще фигня Так себе вы соперники Все А на этот раз мошкару не надо было убивать Все равно я буду загружаться, потому что То, что я вот сейчас тут находил, набродил Отмена Это нам не то, что нужно О О Вот это уже интересно Город посреди пустоша Руины крупного города Неизвестно, как оказавшегося посреди пустоша Судя по саркарианским картам В этом месте никогда не было Не то, что поселения, но и даже мелкой деревни О Вот это вот интересно, интересно Так что да, возможно нам стоит и сюда сходить Преследовать А не просто как бы Остаться на месте Но, как я сказал, это давайте все на следующую серию Отложим Я вот единственное сейчас проверю Сколько у нас тут Осталось ходов у армии А, армия у нас в этом дне похожа Да, так что в принципе-то можно было И так оставить Я сделаю два сохранения Потому что мало ли у меня там проверка не пройдет О, безлюдная чаща Интересно Глухой уголок заросших лесом пустошей Который и в старые времена вряд ли кто-нибудь посещал Туда еще и войти можно Вот, блин Интересно Давайте в следующей серии это сделаем Тут точно закончим Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok